2017 год стал еще одним шагом в направлении улучшения здоровья наших граждан. Основные цели контрольной и федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2017 году были определены майскими указами президента Российской Федерации, стратегическими документами правительства Российской Федерации, публичной декларацией целей и задач службы на 2015-2017 годы и направлены на защиту прав пациентов в сфере охраны здоровья. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности, повышение публичности и открытости службы и участие в государственных программах и проектах федерального уровня определены публичной декларацией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в качестве приоритетных направлений развития Росздравнадзора. В 2017 году продолжилось улучшение демографических показателей в обществе, снижение показателей смертности населения, в том числе младенческой на фоне увеличения продолжительности жизни россиян. Снижение смертности от социально значимых заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественное новообразование, туберкулез, свидетельствуют об улучшении общественного здоровья. Данные показатели служат для Росздравнадзора ориентиром при принятии решений о приоритетных направлениях контрольных и профилактических мероприятий в конкретных субъектах Российской Федерации. В целом в отчетном периоде проведено более 26 тысяч проверок. Из них 864 – проверки органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере охраны здоровья, государственных внебюджетных фондов, а также мероприятия по контролю и надзору за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных им полномочий в сфере охраны здоровья, и в более 17 тысяч контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, более 7 тысяч проверок соблюдения лицензионных требований в данной сфере. При этом количество проверок, результаты которых были отменены, составило менее 0,02%. Нагрузка на одного государственного гражданского служащего Росздравнадзора в 2017 году составила 30 проверок с учетом того, что эти сотрудники проводят контроль за исполнением переданных полномочий, соблюдением лицензионных требований и иные контрольные функции. Одна из основных задач инспекторского состава Росздравнадзора – предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере здравоохранения. В 2017 году выявлено более 52 тысяч правонарушений. Медицинскими и фармацевтическими организациями не соблюдались более двух обязательных требований. По выявленным фактам, Росздравнадзором наложены административные штрафы на сумму свыше 269 миллионов рублей. Что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. Следует отметить, что Росздравнадзором впервые реализовано право выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях защиты прав граждан при одновременном снижении административного давления на бизнес. Служба защищает законные интересы и права граждан в сфере охраны здоровья, оперативно реагируя на экстренные обращения граждан. Промедление неприемлемо, ведь за каждым обращением стоит человеческая жизнь. В 2017 году доля проверок с участием аттестованных экспертов составила 20,1%, что позволило существенно повысить результативность проведенных проверок. В структуре типичных нарушений Низкая доступность и качество медицинской помощи Медицинское вмешательство без согласия пациента либо его законного представителя Подмена бесплатных услуг платными И даже отказы в оказании медицинской помощи Попиющее нарушение взимания денег за медицинскую помощь Предусмотренную программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи Руководители медицинских организаций забывают, что за невыполнение обязанностей об информировании граждан О возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий Предусмотрена административная ответственность Всего в 2017 году за несоблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья Составлен 871 протокол об административном правонарушении на общую сумму более 6 миллионов рублей В целях повышения качества и безопасности медицинской деятельности И профилактики нарушений обязательных требований в медицинских организациях Росздравнадзором разработаны практические рекомендации По организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности В настоящее время практические рекомендации проходят пилотные внедрения В 52 медицинских организациях 16 субъектов Российской Федерации В пилотных медицинских организациях проведено более 60 семинаров и тренингов для медицинских работников, в которых приняли участие более 1700 человек. Проведен 21 аудит системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях с привлечением 20 внешних экспертов. Опыт внедрения рекомендаций Росздравнадзора показал эффективность подхода к организации в внутреннем контроле и формировании системы управления качеством в медицинских организациях и в дальнейшем послужит основой для разработки подзаконных актов по этому направлению. Одно из важнейших направлений в работе службы – защита прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на получение качественной и своевременной медицинской помощи и бесплатное лекарственное обеспечение. Деятельность Росздравнадзора по этому направлению позволила повысить качество и доступность медицинской помощи и лекарств. Соблюдение медицинскими организациями всех форм собственности лицензионных требований, порядков оказания медицинской помощи и стандартов обусловлено нормами закона. Это создает условия для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью. Вместе с тем, в половине проведенных проверок выявлены нарушения порядков оказания медицинской помощи. Основная причина нарушения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи в 2017 году – несоблюдение стандартов оснащения. Меры по оптимизации планирования государственного контроля в установленных сферах деятельности, части подготовки и согласования с Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного плана контрольных мероприятий позволили Росздравнадзору провести в 2017 году более полутора тысяч проверок совместно с другими органами государственного контроля. Таким образом, достигнута одна из важнейших целей оптимизации контрольно-надзорной деятельности – снижение административного давления на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Росздравнадзор мониторит перераспределение невведенного в эксплуатацию и простаивающего медицинского оборудования, в том числе поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения. В 2017 году перераспределено более 300 единиц техники в 38 регионах. Росздравнадзором обеспечено эффективное использование оборудования, что повышает доступность для населения обследований и процедур, необходимых по медицинским показаниям, способствует своевременной постановке диагноза, в том числе злокачественных новообразований, влечет за собой качественное проведение лечебных мероприятий при жизнеугрожающих состояниях – инсульты, инфаркты, скорая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях. Формирование плана контрольных мероприятий в отношении органов государственной власти в сфере охраны здоровья проводилось в соответствии с индикаторами, такими как динамика демографических показателей, достижение индикаторов дорожных карт регионов, процессные индикаторы качества оказания медицинской помощи, эффективность использования медицинского оборудования, доступность лекарственного обеспечения, жалобы граждан и прочее. Проверки проводились с использованием опросных листов. При проведении проверок Росздравнадзор анализирует региональные правовые акты, регламентирующие оказание медицинской помощи и, в первую очередь, исполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. В целях оперативного реагирования на случай оказания медицинской помощи ненадлежащего качества, а также увеличения доступности медицинской помощи, в 2017 году между Росздравнадзором и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования заключено соглашение о порядке взаимодействия по вопросам обмена информацией. Получаемая информация позволяет оперативно решать вопросы, связанные с нарушениями прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи. Благодаря проводимым контрольным мероприятиям в ряде субъектов Российской Федерации увеличилось количество случаев проводимого тромболизиса, оперативное выполнение которого спасает жизни и снижает инвалидизацию пациентов при острых состояниях. Программой развития перинатальных центров Российской Федерации запланировано строительство 32 перинатальных центров в 30 субъектах. На 31 декабря 2017 года построены, введены в эксплуатацию и начали функционировать 22 перинатальных центра в 21 субъекте Российской Федерации. Контрольные мероприятия позволяют ускорить сроки сдачи объектов и обеспечить их гармоничное встраивание в систему оказания медицинской помощи матери и ребенку. Не менее важное направление в деятельности службы – Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств. В 2017 году Росздравнадзор провел около 5000 проверок. По результатам проверок составлено 2348 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму более 110 миллионов рублей. В 2017 году активно проводилась работа по развитию материальной базы и совершенствованию системы контроля за соответствием лекарственных средств, установленным требованиям к их качеству, в том числе получили дальнейшее развитие, неразрушающие экспресс-методы контроля лекарственных средств. Библиотека Бигспектров увеличилась в полтора раза с 1300 до более 1800 торговых наименований лекарственных средств. Реализована возможность использования для скрининга качества инъекционных и инфузионных препаратов неразрушающего метода романовской спектроскопии с применением созданного на базе лаборатории в Казани аппаратно-программного комплекса «Минирам». Библиотека эталонных лекарственных препаратов к концу 2017 года увеличилась до 745 торговых наименований. Росздравнадзор реализует ведомственный проект развития федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств. Проект предусматривает строительство новых лабораторий и реконструкцию старых в целях увеличения количества экспертиз к 2020 году до 36,5 тысяч в год. Всего Росздравнадзором в рамках государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств обеспечена проверка качества более 33 тысяч образцов, что составляет около 12% от количества серий, поступивших в обращение в 2017 году. Развитие материально-технической базы лабораторных комплексов Росздравнадзора, внедрение в полном объеме выборочного контроля качества лекарственных средств и увеличение количества экспертиз впервые за последние пять лет позволили в 2017 году снизить количество недоброкачественных лекарственных средств на фармацевтическом рынке России практически в два раза. 31 марта 2017 года вступил в действие приказ Росздравнадзора об утверждении порядка осуществления фармаконадзора, гармонизированный с нормативными требованиями к обеспечению безопасности лекарственных средств Евразийского экономического союза, благодаря чему создана комплексная система контроля безопасности лекарственных средств, нацеленная на проактивное выявление и предупреждение осложнений фармакотерапии. Усилен контроль за форматом и качеством периодических отчетов по безопасности лекарственных средств, предоставляемых в Росздравнадзор держателями регистрационных удостоверений. Так, общее количество сообщений о нежелательных реакциях лекарственных препаратов, поступивших в 2017 году, составило более 28 тысяч, что превышает показатель 2016 года на 2,8%. Наибольшее число сообщений получено из Москвы, Алтайского края, Свердловской области, Краснодарского края, Амурской области, Красноярского края. Можно уверенно сказать, что показатели сообщаемости теперь сопоставимы с показателями лучших зарубежных систем фармаконадзора – 40-50 на 100 тысяч населения. Идет создание новой базы данных учета нежелательных реакций лекарственных препаратов АИС Росздравнадзора, основанной на международном электронном формате сообщений о нежелательных реакциях ICH и 2B. Росздравнадзор и управляющий комитет МедДИА достигли договоренности о переводе на русский язык международной терминологии нежелательных реакций. Это позволит значительно повысить эффективность статистической обработки данных о нежелательных реакциях и автоматизировать информационный обмен с регуляторными органами Евразийского экономического союза. Обеспечение ценовой доступности лекарственных препаратов на современном этапе является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере лекарственного обеспечения населения. Введение государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты ЖНВЛП позволило урегулировать проблему доступности данной категории лекарственных препаратов для пациента, оплачивающего лекарственную помощь самостоятельно. В 2017 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизился в среднем по Российской Федерации на 1,8%. Цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, в 2017 году повысились на 9,3%. В целом ситуация по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан остается стабильной. Доля рецептов, находящихся на отсрочном обеспечении, остается на уровне прошлого года и составляет 0,01%. Результаты контрольных мероприятий показывают, что в подавляющем большинстве случаев выявляемые проблемы с лекарственным обеспечением носят организационный характер и связаны с недостатками в логистике лекарственных препаратов, отсутствием единой информационной системы, недостаточным контролем за управлением товарными запасами со стороны органов управления здравоохранения регионов, низкой физической доступностью лекарственного обеспечения для жителей удаленных и труднодоступных районов, а также недостаточной информационной работой с населением по сохранению прав на льготное лекарственное обеспечение. В рамках реализации приоритетного проекта «Лекарства, качество и безопасность» на территории Российской Федерации с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года проводится эксперимент по маркировке контрольными, идентификационными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Принятый Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон об обращении лекарственных средств вводит обязательную маркировку всех лекарственных препаратов с 1 января 2020 года. Для препаратов по программе «Семь нозологий» и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов правительство Российской Федерации вправе установить более ранние сроки. По состоянию на 31 декабря 2017 года все мероприятия, предусмотренные сводным планом приоритетного проекта на 2017 год, выполнены. Утверждены методические рекомендации для участников эксперимента. Определены состав и требования к формату информации, предоставляемой ведомственными информационными системами в систему маркировки. Система интегрирована с ведомственными системами ключевых участников. Доработана система маркировки и в нее предоставлен доступ участникам добровольного эксперимента. Отработана принципиальная методика маркировки лекарственных препаратов. С августа 2017 года в плановом режиме осуществляется продажа промаркированных препаратов отечественного и зарубежного производства, движение которых полностью отслеживалось системой маркировки. В регионах определены ответственные за реализацию проекта на уровне заместителей губернаторов и заместителей руководителей органов управления здравоохранением. Сформированы центры компетенции начатое обучение. Разработанное размещено в публичном доступе приложение для мобильных телефонов, с помощью которого покупатель получит возможность лично убедиться в легальности приобретаемого препарата. В системе маркировки в 2017 году зарегистрировано 1044 участника, более 50 лекарственных препаратов. Первый год эксперимента уже подтвердил эффективность создаваемой системы. Методика маркировки лекарственных препаратов позволяет обеспечить противодействие незаконному производству, ввозу и обороту лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, противодействует недобросовестной конкуренции в сфере оборота лекарственных препаратов, обеспечивает стандартизацию и унификацию процедур учета их поставок и распределения. Благодаря маркировке лекарственных средств в 2017 году выявлены преступления на общую сумму более 100 миллионов рублей, в том числе лекарственных препаратов, закупленных в рамках государственных контрактов в Ростовской области, Республике Северной Осетии, Алания, Чеченской Республике и Республике Башкортостан. Государственная регистрация медицинских изделий, цель которой допуск на рынок Российской Федерации качественных, эффективных и безопасных медицинских изделий, одно из полномочий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Ежегодно на рынок Российской Федерации допускается в обращении более тысячи медицинских изделий. Одновременно происходит обновление информации о ранее зарегистрированных медицинских изделиях, среди которых не только расширение или смена адресов местных производства, но и непосредственно их модернизация. Все это, безусловно, положительно сказывается и на качестве оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации. Росздравнадзором за 2017 год проведены более пяти тысяч проверок в сфере обращения медицинских изделий. По фактам выявленных нарушений, выдано 3104 предписания и возбуждено 2181 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила порядка 20 миллионов рублей. Росздравнадзором выполнено 872 экспертизы медицинских изделий, включая технические испытания и токсикологические исследования, что в полтора раза выше аналогичного показателя 2016 года. По результатам проведенных экспертиз, в 89,5% случаев выявлено несоответствие медицинских изделий, установленным требованием качества и безопасности медицинских изделий, что сопоставимо с результатами предыдущих лет. Росздравнадзор ведет работу по формированию шаблонов каталога с использованием номенклатурной классификации медицинских изделий, утвержденной приказом Минздрава России от 6 июня 2012 года номер 4Н. При формировании шаблонов каталога определяются технические, количественные и качественные характеристики медицинских изделий, закупаемых для государственных и муниципальных нужд. Определение указанных характеристик происходит с участием главных внештатных специалистов Минздрава России, в том числе с учетом потребностей медицинских организаций при формировании заявки на закупку, а также с учетом особенностей клинического применения. Разработанные шаблоны каталога направляются на согласование в экспертный совет при Минфине России. Продолжающаяся информатизация в сфере обращения медицинских изделий влияет на их доступность для населения. Росздрав надзором совместно с ФАС России в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации о государственном регулировании цен на имплантируемые медицинские изделия согласованы средневзвешенные отпускные цены по коронарным стендам, что позволило снизить закупочные цены в ряде случаев на 30-50%. Таким образом, с переходом на государственное регулирование цен на имплантируемые медицинские изделия, медицинские организации получат возможность закупать большее количество коронарных стендов за аналогичный объем финансирования, тем самым позволяя производить больший объем стентирований для большего количества граждан. За отчетный период Росздрав надзор провел свыше 7 тысяч проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению лицензионных требований при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности. Административные наказания по фактам выявленных правонарушений применены по результатам 42% проведенных проверок, по итогам которых выявлены правонарушения. Наложены штрафы на сумму около 69 миллионов рублей. 27 лицензий приостановлено. В 2017 году выявлено 350 случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью граждан, что в три раза больше, чем в 2016 году. Результаты контроля за соблюдением законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности показали, что каждая третья организация нарушает требования законодательства. При этом один лицензиат допускает несколько нарушений одновременно. По итогам проверок административные штрафы назначены в 563 случаях на общую сумму более 2 миллионов рублей. В судебном порядке аннулировано 6 лицензий. В рамках приоритетной программы реформы КНД в 2017 году проводились мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, повышению публичности и открытости деятельности службы. По итогам 2017 года достигнуты следующие результаты. Росздравнадзор в целях снижения общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения с одновременным повышением эффективности контроля осуществил в 2017 году переход от всеобъемлющего контроля к дифференцированному планированию проверок в зависимости от уровня риска причинения вреда жизни и здоровью граждан. Такой подход к планированию контрольных мероприятий позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных требований в сфере здравоохранения, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, и одновременно снизить нагрузку на подконтрольные субъекты, которые не представляют такой угрозы. В результате проведенных работ по внедрению рискоориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзором сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, установлены категории риска и критерии отнесения к ним юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, на 2018 год сформирован на основании рискоориентированного подхода по видам контроля. На протяжении всего года Росздравнадзор проводил на постоянной основе работу по сокращению и актуализации обязательных требований. В результате проведенных работ утверждены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю надзору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, медицинская деятельность, оборот лекарственных препаратов, оборот медицинских изделий, а также по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке. Разработаны и утверждены проверочные листы, которые делают каждую проверку понятной и прозрачной, а также позволяют любой организации провести внутренний аудит соблюдения обязательных требований. В феврале 2018 года создан Общественный совет при Росздравнадзоре. Хочется сказать, что впервые Росздравнадзор имеет, на мой взгляд, в лице Общественного совета надежного помощника, который к тому же наделен определенными полномочиями, поскольку регламент работы и другие акты разработаны и на сегодня утверждены в правительственной комиссии, что дает право Общественному совету принимать участие в обсуждении многих нормативных актов, которые внутри Росздравнадзора формируются, начиная от планов, кончая отчетами, подготовка к различным мероприятиям, обработка аналитических материалов, участие в различных комиссиях по приему государственных служащих на службу по организации конкурсов, торгов и другой повседневной деятельности, которая требует широкого внимания. Мы надеемся, что в перспективе вот такой симбиоз, такое содружество общественной организации и федерального органа исполнительной власти сможет поднять на еще более высокий уровень работу по охране здоровья населения. Доброе утро, уважаемые коллеги! При Росздравнадзоре продолжает функционировать Совет по правам пациентов, имеющий 72 отделения, в составе которого работают более 900 участников. Чтобы оперативно реагировать на факты нарушения назначения и выписывания лекарственных препаратов, в том числе льготных и препаратов для обезболивания, с начала апреля 2015 года Росздравнадзор открыл горячую линию. С момента открытия по 31 декабря 2017 года на горячую линию поступило 10 541 обращение. Ежегодное увеличение обращений граждан на горячую линию Росздравнадзора свидетельствует об усилении авторитета и доверия этой организации работы, а также о качественном рассмотрении обращений граждан. Так, за 2017 год вопросы по 44% обращений были решены в течение суток. Наблюдается положительная динамика снижения обращений по таким вопросам, как требование возврата использованных первичных упаковок наркотических средств и психотропных веществ при выписке новых рецептов, отказ врача выписывать рецепты на наркотические средства и психотропные вещества в целях обезболивания. Для помощи хосписам, связанной с вопросами обеспечения лекарственными препаратами детей, страдающих онкологическими заболеваниями, расширяется сотрудничество Росздравнадзора с фондами «Вера» и «Подари жизнь». Все эти меры позволяют гражданам получать качественные, безопасные, эффективные лекарственные препараты своевременно. Созданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и системы коммуникации, включающая в себя наличие разных каналов связи, активное информирование граждан о результатах деятельности Росздравнадзора в средствах массовой информации, взаимодействие с общественными пациентскими организациями, проведенные мероприятия по повышению открытости деятельности Росздравнадзора позволяют обеспечить доступность и публичность деятельности Росздравнадзора, увеличивают степень доверия населения, что подтверждается ежегодно в ростом числа обращений граждан в Росздравнадзор о случаях нарушения, по их мнению, прав граждан в сфере охраны здоровья. В 2017 году поступило и было рассмотрено около 80 тысяч обращений граждан, что на 22% превышает показатель 2016 года. Нам доверяют, к нам обращаются, и мы внимательно относимся ко всем обращениям. Благодаря открытому взаимодействию и сокращению плеча реагирования мы можем оперативно блокировать все болевые точки на маршруте получения гражданами качественной, эффективной и безопасной медицинской помощи и своевременного лекарственного обеспечения. Авторитет Росздравнадзора растет не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. 2017 год стал годом развития сотрудничества с регуляторными органами иностранных государств и международными организациями в сфере контроля и надзора за обращением лекарственных средств и медицинских изделий. Официально подтверждено международное признание российских лабораторий по контролю качества лекарственных средств. В марте 2017 года Красноярский филиал Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора принят в общеевропейскую сеть официальных лабораторий по контролю лекарственных средств Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы. В ноябре 2017 года Всемирная организация здравоохранения в предварительном порядке уведомила Росздравнадзор о положительном результате оценки ВОЗ Национальной регуляторной системы Российской Федерации на предмет регулирования вакцин, проведенных в 2016 году. Признание ВОЗ функциональности национального регулирующего органа позволяет включать производимые в Российской Федерации вакцины в список преквалифицированных продуктов ВОЗ и в последующем поставлять их по линии ООН. Этот факт открывает новые перспективы для межлабораторного сотрудничества под эгидой ВОЗ, а также обеспечивает учет российских интересов в деятельности профильных международных организаций. В сентябре 2017 года Росздравнадзор и территориальные органы Росздравнадзора приняли участие в международной операции Пангея, направленной на пресечение оборота фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, реализуемых через интернет. Проведено 229 контрольных мероприятий в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, из которых 148 совместных проверок с другими контролирующими органами-участниками операции. Росздравнадзору удалось стать примером воплощения умного надзора. С одной стороны, мы обучаем, предупреждаем, совершенствуем систему контроля, ведем разъяснительную работу, а с другой стороны, достаточно жестко относимся к нарушителям закона. Уже многие поняли, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения может и предупредить, и в случае необходимости серьезно наказать. Это наш фирменный стиль и наш подход к работе, от которого мы не откажемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова